История любви Валентина и Валентины длится уже полвека. 50 лет назад она потеряла голову, увидев его. 50 лет назад он первый раз проводил её до дома. 50 лет назад она впервые пошла к нему на свидание. И спустя десятилетия они не просто любят друг друга, они влюблены. Это вот каждый день... Это нельзя словами объяснить. Как в первый раз. Правда. На самом деле так. Вот я всё время эти слова вспоминаю. И что бы я ни делала, и что бы ни надела я, при тебе и без тебя, это только для тебя. Для семьи Вялых 14 февраля вовсе не именинный день. Это исключительно праздник всех влюблённых. И их в том числе. Лишний раз, хотя это практически каждый день бывает, друг другу говорим «я тебя люблю». Такие старые слова. Но как кружится голова? Ну как кружится голова? Они всегда нужны, эти слова. Всегда нужно говорить «я тебя люблю». Обязательно в этот день. Не обязательно в этот день. Каждый день надо говорить. Любовь, которая вызревала годами. Любовь, которая только зарождается. Серёже Шадрину мороз не помеха. В день всех влюблённых он решил подарить своё сердце. Пока только плюшевое. Чтобы человеку приятно было. Мне они очень нравятся, и поэтому я дарю ей Валентинку. В канун 14 февраля начинается настоящая любовная лихорадка. Плюшевые сердца и блестящие Валентинки. Кому-то подобные проявления любви кажутся приторными. Кто-то готов платить за плюшевые атрибуты любви. Праздник уже оброс поклонниками. Конечно, нужен без этого праздника молодёжь сейчас никуда. Больше как бы уверенности в любви и всё такого. Больше доверия. Вообще людям нужны праздники. И вроде такой не особо активный-то праздник, но всё равно приятно как-то. И настроение с утра другое. А вот у тех, кто остался без пары 14 февраля с настроением проблемы. Психологи советуют не отчаиваться и не закрываться в себе. Нужно вспомнить о себе любимым. Нужно доставить себе радость и удовольствие. Сделайте в этот день что-то, что вы делаете для себя очень редко. Начните, например, с заботы о себе. Сходите в гости к друзьям или сходите на какой-то массаж. Приведите себя в порядок. Начните, например, с изысканной пищи или с какой-нибудь душевной пищи. Скажите, сходите в театр, на концерт или в клуб, например. Кто не успел признаться в любви 14 февраля, тот не опоздал. Любой другой день вполне может стать днём влюблённых. Только не всех, а двоих. На склоне лет. Не стыдно сказать всему миру «Я тебя люблю». Я тебя тоже люблю.